Здравствуйте, уважаемые телезрители! Последние дни в Забайкале резко потеплело, поэтому можно сказать, что очередной полевой сезон начался, с чем я вас всех и поздравляю. Но одновременно резко увеличилось количество работы на наших участках. Итак, что желательно сделать в ближайшие дни, об этом я сейчас расскажу подробнее. Прежде всего, мы должны подготовить к посеву с вами парник. Но в настоящее время, я надеюсь, вы также биотопливом уже заполнили каркас парника, и нужно подготовить лунки. Здесь несколько советов. Берете обычные вилы и с помощью вил выбираете снизу, то есть формируете как бы основу лунку. А дальше нужно работать в перчатках, и глубина лунки должна быть в пределах 30, максимум 35 сантиметров. Если у вас лунка будет мелкая, затем насыпьте почву, и корни могут проникнуть, корни огурца я имею в виду, в определенную фазу своего роста и развития, в навоз. И растения просто у вас погибнут. Поэтому глубину нужно выдержать обязательно. Второй момент. Заполняем эту лунку почвенной смесью полностью, оставляем примерно 10 сантиметров от пространства здесь. Состав почвенной смеси, или можно назвать лунковой смеси, но тоже имеет важное значение. Прошлогоднее перегной из-под огурца лучше сюда не добавлять. Вот можно, как в некоторых деревнях делают, например, земли из-под богульника добавляют, перегной чистый, на котором не выращивался огурцы, садовая земля. Но она достаточно быть плодородной. Должна быть, потому что огурец любит, в общем-то, плодородные почвы. Ну, а далее мы изготавливаем уже дуги. Ну, дуги проще всего, конечно, из проволоки сделать. Каждый год мы снимаем с каркаса и снова вставляем. Здесь будет у нас зерди стоять, и на них, значит, вставим дуги. Ну, и потом используем пленку. Ну, в последние годы многие наши огородники используют не только политиленную пленку, но и новые виды, в частности, пленка стабилен. Вот, само название говорит о том, что микроклимат под ней более стабильный, чем под политиленную пленку. К сожалению, под пленкой обычной накрывается слишком воздух, и огурцы могут сгореть. Нужно вовремя открывать, закрывать. И ночью воздух резко охлаждается. Это не нравится, конечно, очень нежному растению огурцы. Поэтому пленка стабилена, она обеспечивает более стабильный микроклимат и уменьшает перепады температур ночных и дневних. Советую вам ее испытать. Что же касается сортов и сроков посева, то сорта выбирайте самые разнообразные. Вот мы любим, например, до сих пор сорт изящный, нерасимый 40 у нас собственные семена. Ну, и гибриды, например, современный голландский гибрид Астерикс. Можно и выращивать и китайские сорта. Но, по крайней мере, семена должны быть у вас качественные, хорошие, незараженные. И срок посева выбирайте сами. Но я считаю, что раньше пятого не выгодно, потому что в августе у вас уже потом солить будет нечего. Так что срок посева огурца выбирайте сами. Но помните, что парник, он на то и парник, что нужно посеять огурец в Забайкале до 10 мая. Ну, а теперь, уважаемые наши огородники, зайдем в теплицы не обогреваемые. Надеюсь, они есть на каждом участке. Было очень холодно, и мы ее не использовали. Хотя за несколько дней до 1 мая я распикировал лук эксибишин, вот такие стаканчики. И вот примерно на 2 квадратных метра у меня уже растет такой лук. Он сейчас приживается, и думаю, высадить его после 15 мая. Ну, а самое главное, что нам сейчас предстоит, высадить наименее из трех теплолюбивых культур. Я имею в виду, если брать перец, баклажан, это томат. Выбираем растение. Ну, мы в этой низкой теплице, перчина, метр восемьдесят высота всего, поэтому выращивать высокорослые томаты смысла здесь нет. Поэтому приходится экспериментировать. Два сорта Амурская заря и Алиса, и два гибрида Суперред и Малиновый звон. Вот я второй год испытываю и проверяю, какой из них гибрид низкоростый, достаточно крупными плодами здесь будет плодоносить. Советую вам делать то же самое. Ну вот, в этом году рассада немножко переросла, повторяю, было холодно, и мне кажется, я на неделю позже буду ее сажать. Выбираем место. Вот на этой грядке всего будет восемь растений томата. Вот так выглядит корневая система. Закрыта в стаканчике, великолепно, вот она влажная. И при посадке мы используем совок, и можно садить в наклон. Чем больше вы зароете часть стебля, тем больше корневой системы у вас будет. Но в какую сторону, я не вижу особой разницы. Просто очень важный момент, обязательно использовать печную древесную залу. Вот буквально столовая ложка примерно, вы ее посыпаете и закапываете. Вот таким образом. То есть сажаем длинную рассаду в наклон. Ну а дальше просто нужно пролить водой. Очень удобно держать воду в непосредственном ведре здесь, в теплице. Она у вас нагревается вместе с воздухом. И таким образом вода будет всегда теплой. Так что в ближайшие дни мы должны высадить в невыгреваемые теплицы томат. А несколько позже, в зависимости от погоды, может быть через неделю, обязательно посадим и перец вот на следующей грядке. Ну и, наверное, самый главный вопрос, который интересует всех огородников Забайкаля. Когда высевать в открытый грунт наши овощные культуры? Ну, чтобы ответить на него, я предлагаю вам посмотреть сначала на мой агрономический календарь посева основных овощных культур в открытый грунт, которые я уже разрабатываю, ну, два последних года. Здесь вы увидите сроки понедельные, перечень культур и рекомендуемые сорта и гибриды. При этом я не претендую на истину, что эти сорта и гибриды являются лучшими именно для ваших участков. У вас наверняка есть свои любимые. Поэтому, пожалуйста, но в то же время вы постоянно можете испытывать по этим овощным культурам, особенно ранним, но и какие-то новые, они постоянно появляются в продаже. Ну, лучше всего выращивать овощные культуры, на мой взгляд, вот в таких грядах, шириной 140-160 см. Они обозначены лиственной доской на 40 мм, ну, можно на 50 мм, очень долговечный. И в настоящее время вы просто их перекапываете с добавлением удобрения или без. Это все зависит от культуры. Морковь, как известно, не очень любит органическое удобрение. Ну, и в случае холодной весны можно использовать нетканый укруной материал. Благо, такая возможность есть. При этом я вам советую марки P30-40. Самая оптимальная плотность для гряды. Когда мы ее закроем, мы можем придавить досками с обоих сторон. И у вас будет появление всходов наблюдаться на 5-7 дней раньше, чем на гряде. Значит, без нетканого укрынового материала. Но это, повторяю, при холодной погоде. Если погода будет жаркая, как сегодня, то разница эта будет составлять, конечно, меньшее количество. Итак, уважаемые огородники, если у вас участок южной экспозиции, достаточно солнечной, почвы легкие, песчаные, то сейте сейчас. А если почвы тяжелые, глинистые, и участок расположен на низком рельефе, холодный, то можно подождать несколько дней. А можно и не ждать. Используя нетканый укрыновый материал, вы можете посеять в ближайшие дни все ранние овощные культуры. Хотя, уважаемые телезрители, рассадный период, можно сказать, закончился, но тем не менее, рассады у нас достаточно много, которые мы будем высаживать в июне, уже в открытый грунт, и поэтому за ней надо продолжать ухаживать. Все-таки, я считаю, великое дело, теплый рассадник. Вот сюда мы вынесли практически всю рассаду из дома, где-то 29-30 апреля. И закрываем наночь рамами, и еще сверху нетканым укрыновым материалом марки П-60. Ну так, на всякий случай, все-таки ночи еще холодные. Но в настоящее время уход заключается в современном поливе. Здесь же у вас стоит вода, она нагревается. И поливаете периодически все культуры. Но если рассада растет достаточно мощной, то никаких подкормок проводить не нужно. Это зависит, конечно, от состава почвенной смеси. В данном случае, я считаю, почвенная смесь была подобрана удачно. Ну а других приемов особых я не вижу. Вовремя открывать, вовремя закрывать. Ну, вредители, белокрылки, как бы здесь не летают. Поэтому я считаю, что все нормально. И советую всем вам иметь такой теплый рассадник на участке. Семена, рассады и цветы, Теплицы, парники, лопаты, грабли. Хорошо, на даче хорошо, Если ты сходил в домашний мастер. В календаре начало дачного сезона. В Абсолюте есть все для истинного садовода. Тачка 889 рублей. Пленка полиэтиленовая 10 метров 196 рублей. Укровной материал 20 квадратных метров 85 рублей. Почвогрунт Ургаса 5 литров 29 рублей. Абсолютно значит вне конкуренции. Сеть магазинов «Хозяин» предлагает теплицы, поликарбонат, поливочные шланги, насосы, инструменты для сада и огорода. Сеть магазинов «Хозяин». Телефон 42-13-53. Магазин «Техноцентр». Официальный дилер компаний «Штиль» и «Викинг». Рынок «Стройтерминал» проспект «Автомобилистов-4А». «Штиль» – помощник номер один. Биоудобрение «Байкал М1» по сниженной цене в САД-М. Компания «Кристофер» представляет все самое необходимое для сада вашей мечты от Керхер. Саду пришло время обратить внимание на яблоню. Традиционно за Байкалем мы выращиваем в основном два ее вида. Это полукультурки, вот как в данном случае сорт малинка бурятской селекции, и ранетки. Ну, кое-кто из наших садоводов выращивает и стерющуюся форму. Вот на зиму против зимних ожогов коры, значит, можно применять разные приемы. Вот я в этом году впервые испытывал, в общем-то, специальную ленту белого цвета, и она защитила кору от зимних солнечных ожогов. Ну, в настоящее время советую вам сделать под белку. Если вы белили штамп осенью, все равно весной нужно делать, потому что солнце у нас яркое в Забайкале, и весь штамп пробеливаете. Ну, есть специальные садовые побелки. Можно применить смесь извести негашенной и глиной. И постараться как можно большую часть штампа побелить снизу вверх. Ну, следующая операция – это обрезка. Мы проводим омолаживающую обрезку. Ну, вот у данного дерева я не вижу, честно говоря, что вырезать. Оно молодое. Но, тем не менее, значит, берете хороший секатор и смотрите, те побеги, которые идут внутрь кроны, вот с этой ветвью, например, пересекаются, они удаляются. Но я удалил несколько побегов, когда, значит, готовился к проведению прививок. Но в настоящее время здесь просто нечего удалять. Нормальная вот выглядит крона разреженная. Если вы этого не будете делать, у вас будет мощное загущение, и постепенно плоды будут мельчать. И это культурное дерево, оно быстро одичает. Ну, далее мы с вами делаем приствольные круги, желательно по диаметру кроны. Так, ну, может быть, чуть меньше. Все зависит от размеров вашего участка, от ваших возможностей. И мульчируем. Ну, обычно, ежегодно мульчируешь приствольный круг, ну, двумя ведрами перегноя спорника. И это позволяет быстрее прогреться почве. И, в общем-то, со временем играет роль этот мульча в виде перегноя, питательного вещества. Ну, и, наконец, последняя операция – это полив. Ну, сейчас мы проводим обильный полив всех деревьев, ну, кроме, пожалуй, слива. Если слива ежегодно у вас светет рано и попадает это цветение под заморозки, под низкие температуры, то лучше такой полив не делать, потому что это ускоряет цветение и как раз вот приводит к тому, что не завязываются плоды. Ну, а в остальных случаях поливать можно абсолютно все деревья. И по поводу прививок. Активное сокодвижение еще не началось, кора не отстает, поэтому прививки делать еще рано. Так что то, что вы нарезали, держите пока у себя в холодильнике или в подвале. И, я думаю, через неделю будет оптимальное время для проведения прививок на яблони, ну, на груши, на сливе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Прекрасно подходит для их условий. Ну, что делать? Я вынужден выкорчевать этот вкус и на его место посадить другой сорт, желательно местной селекции, или, может быть, даже другую культуру. Ну, советую всем вам, уважаемые садоводы, все-таки не сажать случайных саженцев, приобретенных неизвестных где. Вот есть еще хорошая новость у меня для садоводов в Бурятии, то, что еще один питомник-агроном появился в поселке Сотниково Иволгинского района. И в эту субботу-воскресенье вы можете приобрести саженцы с этого питомника в павильоне номер 77, повторяю, павильон номер 77, базы Фортуна на Стрелке. Ну, я сам несколько саженцев уже второй год приобретаю в этом питомнике, и, на мой взгляд, там выдерживаются и сортовые качества, и в целом качество посадочного материала. Так что меняйте, если свои деревья кусты, то меняйте на сортовые саженцы, и желательно, конечно, местной селекции, или хотя бы селекции, ну, ближних регионов Красноярского края. Уважаемые телезрители, на страничке программы я нашел еще несколько вопросов, и хотел бы ответить сейчас на наиболее значимые. Так, Ольга Анатольевна спрашивает, картофель, выращенный на нашем участке, чернеет после варки, в чем причина? И второй вопрос также касается картофеля, как избавиться от проволочника? Ну, должен заметить, Ольга Анатольевна, что причин несколько. Одна из них – это чрезмерное содержание азота в почве. Вторая причина – неаккуратная уборка, когда мы клубни физиологически невызревшие повреждаем, значит, бьем их при перевалке, допустим, урожая. Это тоже влияет. И, наконец, третье, когда мы храним в тепле, что очень часто наблюдается, я заметил, значит, при хранении в специальных ящиках, вот, в многоэтажных домах, то картофель от этого чернеет. Так что выявите, какая причина, и можно ее устранить. Что же касается проволочника, я уже обещал показать один из способов, ну, такой экологически безопасных и достаточно эффективных. Вот сейчас, когда личинки жука-щелкана, они голодные, в общем-то, в почве находятся, вы берете клубень, разрезаете его, например, ну, на несколько частей, вот можно на такой сегмент. Приготавливаете такую палочку. Вот я ее сделал из обрезанной смородины ветви. Затем вы нанизываете вот таким образом и примерно через 2 метра, через полтора на участке, на расстоянии, я имею в виду, вставляете в почву на глубину 10 сантиметров. Таким образом у вас останется верх этой палочки, и вы будете знать, где она находится. Периодически, ну, дней через 5 можно вытаскивать, проверять, если личинки имеются, значит, вы их уничтожаете. И снова вставлять этот свежий картофель, свежепорезанный картофель в почву. Ну, можно его изменить. Но при этом посадка у вас будет проводиться позже, допустим, 25 мая. Ну, когда вы будете пророщены, я думаю, вы много не потеряете. Следующий вопрос от Берецки и Натали. Какой состав почвы наиболее благоприятен для моркови и гладиолусов? Ну, для моркови почва должна быть песчаная. Если она у вас будет подородная, унавоженная, слишком перегнойная, то морковь у вас будет формировать хороший урожай. Но такой урожай вы никогда не сохраните. Корнеплоды просто сгниют в зимний период. До весны вы даже их не сохраните. Ну, а что касается гладиолусов, то гладиолус, ну, где-то средний по полуородию почва должна быть. Не слишком перегнойная, но и не слишком песчаная. И завершающий вопрос от Юлии. Расскажите, пожалуйста, как правильно использовать на дачном участке две тонны приобретенного перегноя? Ну, должен заметить, что две тонны перегноя, на мой взгляд, это не так много для среднего по размеру участка. Но когда такое небольшое количество, использовать перегной нужно локально. Не разбрасывать по участку, по всему, по грядам, а непосредственно при высадке картофеля в лунку, при посадке томата, можно, значит, любого растения буквально несколькими горстями. Ну, если он остается, допустим, при посадке капусты, которая больше реагирует на перегной, там вы можете внести сплошный мобильник. А в целом, следите за программой, я буду периодически показывать приемы, значит, применения перегноя. Ну, обычная доза для большинства культур это пол ведра на квадратный метр. Для капусты одно ведро 12-литровое на квадратный метр под перекопку. Ну, всем спасибо за вопросы, но хотел бы обратить ваше внимание, что когда вы их задаете, пишите, пожалуйста, место расположения вашего участка. Ну, и хотя бы город Улан-Удэй, город Чита, какой-то район, какой-то ДНТ. Это очень важно для меня. В этом случае бы я отвечал более предметно, потому что я имею представление о разных территориях, а так мне приходится пока отвечать в общем. Ну, надеюсь, что вы учете мое пожелание. Я продолжаю ждать ваших вопросов, и на некоторые из них буду в каждой передаче отвечать. И в завершение программы хочу пожелать всем нашим телезрителям в эти ближайшие дни очень активно поработать на участках, посеять все, что можно, убрать, вырезать в саду все, что необходимо, и все это сделать в хорошем настроении. Всего доброго, до встречи на следующей неделе. Семена, рассады и цветы, теплицы, парники, лопаты, грабли. Хорошо, на даче хорошо, если ты сходил в домашний мастер. Это Валентина Васильевна, а это Галина Ксенофондовна. И часто спорят... А я первая. А раз уже буду. Но обе они уверены в том, что все, что нужно для сада и огорода, можно найти только в магазине Сад-М. Сеть магазинов «Хозяин» предлагает теплицы, поликарбонат, поливочные шланги, насосы, инструменты для сада и огорода. Сеть магазинов «Хозяин». Телефон 42-13-53. На даче порядок и в доме уют. Семейный бюджет бережет абсолют. Лейка 8 литров 85 рублей. Канистра 11 литров 99 рублей. Витка 10 литров 45 рублей. Шланги армированные 25 метров 395 рублей. Абсолютно. Значит, вне конкуренции. Компания «Кристофер» представляет все самое необходимое для сада вашей мечты от Керхер. Компания «Кристофер» 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 Субтитры создавал DimaTorzok